Итак, загадка. Да, загадка. Загадка на приз 10-му отгадавшему от художника Ильдара Абдрашитова. Почему 10-му? Не знаю, главное, чтобы был правильный ответ. Я вот сюда куда-нибудь, потому что сейчас буду махать руками. Всем слышно? Холодно, пасмурно, облачно, постоянно. Но вот когда любимый человек рядом, в принципе, на вот эти мелочи ты внимания не обращаешь. Загадка, я не знаю, там, логика, внимательность, все включайте. Ночь. Я с ним познакомился в 2012 году. Когда он организовал «Красные крылья», меня туда подтянули потусить просто. И что-то меня туда засосало в то общество. Вот это было в Кембабе. У нас еще меты тогда закопались. Чувак курил, где нельзя курить. Платил штраф. Океан. По океану плывет корабль. На корабле, внимание, можете записать, если есть ручка. Папа, мама, дочка с женихом. Это вот четыре гостя. Капитан корабля, Кок, кто-то же должен готовить. И Юнга. Их всего семь человек. Ночь. Корабль плывет. Звезды. Впереди остров. На острове маяк. Маяк то потухнет, то погасит, то потухнет, то погасит. Эти плывут. Повторяю, кто? Папа, мама, дочка с женихом. Капитан. Юнга, Кок. Внимание, вопрос. Кто первый заметит маяк? Ну вот, он чересчур яркая личность, у которого появление, и потом последующие эмоции, которые вызывают в плане. Они перекрывают все это. Так много случаев было. Эй, ребята, всем привет. Сегодня какое число? Десято. Десято сентября. Сегодня первый день занятий Чамаля в школе Салем. И мы решили здесь встретиться с Эльдаром, Дианой и его любимой Тошей. Хочу сказать, что насколько он мне понравился, даже за то, что он меня называет мамой, он такой большой, такой маленький, и называть его сынок, я с удовольствием называю его сынок на самом деле. Он очень добрый, нежный, заботливый. Мне все очень нравится, и мне очень приятно, что вот, допустим, в городе он уже завоевывает свою нишу. Ему звонят, делают заказы, пишут портреты, пишут картины, принимают работы, самозаказы, все. Вот, мне очень нравится, что им комфортно с моей дочерью, а я что могу сказать? Да я только рада, я только рада, что у них все хорошо. А у нас на самом деле все хорошо, если хотите приезжать, мы будем только рады. Мы рады, приезжайте в Башкирию, город Октябрьский. Вы себя, кстати, в Ютьюбе видели? Нет. Нет? Да молодец. Эйдар, подари что-нибудь. Вы сказали десятому. Он художник, распиздяй, как все мы. Просто творческий чувак, который любит жить. Хоть и говорит, что все ненавидит. Потом Дантес, это ангел, который разрывает грудь себе. Он мне обещал ее подарить, но ее украли, эту картину. Я прям очень сильно расстроился. И, наверное, его картина, которая называется «Незнакомка». Это там девушка, изображенная на сцене, театра, в красном платье, у нас такой столик стоит деревянный, там сигарета у нее в руке, и в зале только один зритель. То есть там какой-то присутствует интимный момент, вот это пересечение, одна дама на сцене и один человек. И в отражении вот этого столика, там блики, и в этом блике видно какую-то тень человека, короче, который еще третий присутствует, который ломает вообще вот всю эту идиллию, как новый зритель. Вот. Это, наверное, то, что мне в нем, в его творчестве понравилось больше всего. Кстати, если вы заметили, на нашей кухне всегда стоит вот эта картина. Приехал художник этой картины Ильдар Абдрашитов вместе со своей супругой и тещей. Так, ребята, несмотря на то, что уже несколько лет картина Ильдара Абдрашитова стоит у нас на кухне, я ее понимаю по-своему, и все-таки я давно хотел поинтересоваться, в чем была суть идеи этой картины. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Не забудьте подписаться. Не забудьте подписаться и нажать на колокольчик. Это обязательно. Не, ну, картины, вот честно, я даже не помню, когда она писалась. Я помню, как я ее писал, но как писалась, я даже не помню. Я был, наверное, не слишком треск, когда я ее писал. Ну, тут посмотрите даже этот Ильдарыч, контур его лица здесь, в картине, с этого ракурса, если смотреть. Он вот такой, который хочет просто так лететь. Да, вот попробуйте, увидите, что реально привезено из Таиланда, как мы готовили. Так, это фрапучино, я заказал. В прошлый раз видел, не знал, как это называется, сейчас попробуем. Ну, выглядит очень аппетитно. И стакан так приятно охлаждают, после жары, да? Ильдарыч, я себе синтетку. Я сейчас смотрю, как правильно живет, походу твоему, то мое. Вот и красиво. Ильдарыч встретил племянника, он что-то с подарками тут пришел, да, сразу. Ну, а мы тут все-таки на распаковочке. И так, распаковка подарков, что там у вас? Самый любимый, Байзан, для ГУ. Вот, но в некоторых местах хорошо настолько, что понимаешь, что все преграды ты можешь пересилить, перешагнуть ради любимого человека. Если, кстати, не касаться его творчества в плане картин, он сделал два крутых проекта творческих. Это когда он стоял в красных крыльях на ЦУМе, это такой перфоманс-мини. И когда он в акцию поможет помочь мальчику, организовал митинг, человек 200-300 шли в центре города. И он в предводитель, короче, такой анархист. В тот момент он такой, как Че Гевара, короче, был. Типа маленький революционер, который хотел спасти чувака всеми способами. То есть представьте, как тяжело организовать просто так митинг в городе. С такими огромными плакатами еще прошли от тюльпана и ядкие бабы, и на ЦУМе встретились. И вместе шли уже. Вообще, зачем в картинах искать смысл? Как-то бессмысленно искать смысл там, где смысла иногда может и не быть. Итак, история города 13Х. С чего она началась для тебя? А мне начальник, он говорит, Диана, говорит, ну капитан, и там очень столько вариантов. И я говорю, ну ладно, давай принцип, уже через полчаса начинаешь наводить человека. Я говорю, ну давай принцип действия маяка. Он так еще развернулся, в машине ехали. Но он потух, погас, потух, погас. И потом говорит, да я дипломную защищал по каким-то там этим. В общем, да, ржака была. Спасибо за внимание. Прикольно, у нас очень много света. Мне нравится вообще. И мне нравится, что он разный. Это классно. Это когда будет смонтировано? Сегодня. Ну, здорово. Нет, ну вообще, ты прав. Ну, есть тогда другая загадка. Давай. Хорошо. Амазонки. Наводительные девы. Где-то раздобыли мужика. Ну, нечаянно там приблудился он на каком-то суденышке. И они говорят, ну, использовали его по назначению. Там он дрова поколол и так далее. Они говорят, ну ты понимаешь? Это бессмысленно искать смысл там, где смысла иногда может и не быть. Да. И они говорят, ну ты же мальчик, мы же тебя не можем оставить с нами, иначе мы будем не амазонки. Мы тебя с утра прибьем. Но мы девочки, мы гуманные создания. С тебя одно желание, мы его исполняем для чистоты совести и все, мы с тобой распрощаемся. Давай, думай, тебе ночь. Да, если бы я что-то хотел сказать, я бы сказал так, вот на камеру, микрофон, да. Я бы подписал все это, да. Не, ну а так вообще вот, ну что может символизировать летящий человек, да, вот, если так вот символизм углубляться? Это полет. Утром, на рассвете, когда все собрались, товарищ этот мужчина сказал свое желание, на что амазонки переглянулись, и ни одна не посмела его углубить. Холодно, пасмурно, облачно, постоянно. Но вот когда любимый человек рядом, в принципе, на вот эти мелочи ты внимания не обращаешь. Вот. Но, опять-таки, всегда скучаешь по родной степи. Вот честно, вот, мама не даст соврать то, что мы ехали в поезде, и я просто с окна не сводил глаз. Степи, родные верблюды, родной джингил, родная верблюжья, колючка, вот, казалось бы, мелочь, да, настолько вот все это... Как долго ты смотришь? Почти сюда. Да, практически всю дорогу. О, а здесь было то, а здесь было это, здесь вот Туркестан, здесь Байконур, мы когда-то сюда приезжали. Как бы все вот это вот все равно в душе есть. Это уже из сердца никогда не выкинешь. Вот. Но, опять-таки, я понял то, что человек способен полюбить две страны, вот, действительно, полюбить ту страну, любить ту страну, в которой ты вырос, вот, в которой ты родился, в которой ты рос, вот, и ту страну, которая тебя приняла, вот, действительно, потому что Россия, насколько бы ни была холодной, вот, она, она умеет принимать, вот, она умеет принять, но, опять-таки, смотря, как ты себя покажешь как говорил ленин учиться учиться еще раз учиться я скажу трудиться трудиться еще раз турец а вот если ты будешь трудиться ты ва будешь востребован везде вот и россия не не исключение вот но страна вот если чисто внешне стран очень красивая вот мы здесь привыкли так таким пустым степям до высоким горам а то вот и россия чем может зацепить это красивым озером озера там очень красивые леса вот то есть везде туман туман вообще шикарные там в туман въезжаешь как 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 в море комаров кстати не так много как оказалось да вот у нас здесь вот допустим на долларе комаров больше чем в россии но опять таки да это желание было не не убивайте меня там отпустите вот это все нет он сказал да погнали но вот что такое он загадал полет то есть полет чего-то вот чего-то хорошего чего-то плохого но в любом случае как бы полет взлет вот ну раз вам взлетела довольно таки высоко знаешь что человека получилось добиться того чтобы подняться до определенного уровня и подниматься еще выше так как по композиции он да да полет не завершён то есть но это наверно стремление я хотел там грузить стремление любого человека к чему-то иногда недосягаемому но чтобы это недосягаемое как бы все равно всегда приближалась во время полета вот то есть сложный вопрос может быть перееду куда-нибудь основателю в другой город может быть здесь вот этот вопрос могу решить отправиться но сейчас все секунд такие шнод даже просто не нужно останавливаться вот если вы видеть видеть цели пускай даже эта цель далеко далеко да там где-то вот просто нужно двигаться к своей цели как бы поджечь себя и двигаться то есть в нужном направлении наверно так пока эльдарыч пошел на экскурсию сниму ка я меню кстати ребята я в таиланде вот пробовал неоднократно офигенный кофе который мне очень понравился блин почему нас такого нет хотя может у нас есть вот я первый раз попробовал его у нас наказывается это называется капучино стоит 700 тенге но туда дойдем до башни потом также есть сиропы к кофе так чай в ассортименте напитки можно перекусить а вот у вас студенческие перекусы что туда входит вот эти да это на сколько там на на 10 дней до на сколько оплачивается на 10 порций так что будете в солеме непременно зайдите в это кафе попробуйте офигенный кофе особенно фрапучино так и она решила попробовать сэндвич да по итальянски а чё там итальянского я подозреваю что соус либо расцвета цветами красный зеленый белый он вкусный потому что голодная или просто вкусный потому что вкусный но вообще по моим щекам видно что я не голодный с детства да вкусный действительно потому что вкусный свежий что немаловажно мясо нежное прекрасный хлеб хрустит все гармонично гусно все вы отлично отработали свой гонорар можно сворачивать сэндвич по итальянски здесь кстати выпечка вся английская американская по английскими американским рецептам так что все что вы здесь попробуйте все необычное шоколадный маффин американское печенье это что мрауни фризы клубничный персиковый шоколадный клубничный банановый персиковый манговый шоколадно-банановый для тебя улучшает занятие английского языка наслаждайся вкусом отличного кофе поддерживаю для города общайся заводи новые знакомства и вместе с нами изменяй город справа тебя это моя вторая мама до 1 маму многие знают вот это вторая мама мама моей любимой супруги дианы вот очень хорошая женщина она там о себе сказала многое и я я я под этим подписываюсь вот туда да да даже вот по человеку видно дал человек который ни разу не бы не бывших не был в казахстане даже по человеку видно то что там здесь а вот точно так же как и у нас здесь гостеприимная страна по сути вот и поэтому алга к нам как говорится куда в башкирию в россию в татарстан кстати такая небольшая историческая ремарка до башкиры и казахи это очень близкие родственные народы то есть что башкиры что казахи они были кочевниками у них одинаковые традиции у них одинаковая культура у них одинаковая даже одежда национальная ну исключая там некоторые нюансы вот да 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 то то есть не никто не не некоторый нас есть но иногда вот так вот идешь смотришь казашка идет но потом понимаешь то что ты в башкирии то что это башкир хотя по внешности она мало чем отличаться от как казахов как бы вот то есть башкирия welcome to russia вот как я могу описать творческого человека я могу я вот самый вот творческий человек раз пизде самым такое слово объясняющее все но который немного с головой здравствуйте я диана если еще теме никто бутерброд все еще вкусный а я тут свои пять копеек вставлю а мне его жалко жаль да так правильно не ильдар да мне жаль персонажа потому что он достиг таких высот оторвался от земли полетел в космос а он один вот я желаю чтобы как это а я желаю чтобы было чтобы было с кем полететь в космос чтобы всегда был союзник соратник там вторая половина той же идеологии с той же целью да вот если валить земли то вот прихватили кого-то и хоть куда хоть в космос на марс там в черную дуру вот тогда будет смысл когда одному человеку тесно и он чешут куда-то я его понимаю но желательно чтобы он был не один жалко лялечку которая туда улетела вот ну да мне всегда вечно кого-то жаль теперь я объясню смысл как я его понимаю я в этой картине вижу суть любого творческого человека который стремится оторваться от земли от всех этих проблем от всей этой пучины обыденности быта суеты бытовухи да можно сказать да я я мню себя тоже творческим человеком поэтому иногда творческому человеку нужно оторваться от буквально от всех и от семи в том числе так что для меня эта картина очень близко по сердцу по духу душе я знал что она тебе понравится но жена привяжет за за веревочку до ножку веревочкой что чтобы взлетал но далеко не улетал потому что в три часа на обед потому что эти ташкентцы по-моему видели такую игрушку на полу знаешь штырёх такой и лошадка вот так механическая лошадка на веревочке вокруг этого штырька как как бы движение как бы динамика штырь один что ты дома поговорим и на полет да в штырёд значит а 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 вот что такое он загадал пишите ответы в комментариях за лучше и за правильный ответ будет ладно портрет от меня абсолютно бесплатно карандашом не распозаривай выше да почтовые расходы с вас а 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 спасибо за внимание подписывайтесь на наш канал я вот просто ради него я даже бороду начал отращивать интересно именно в его стиле и ты тоже он тоже он тоже он до этого сходил не британ просто когда узнал мы оба начали я никогда не хотел с бородами интересно дальше и в общем ну вот и реально когда он сейчас приехал я рад что-то родное приехало в щенки кусок льда целый торт но чем спасибо вам что вы его там приняли что вы там да холите лелеете и мы обязательно к вам приедем будем рады на самом деле будем рады ну вы будьте готовы у нас компания не маленькая но приедут трое место найдем да мы не мы знаете такие не привилегируем на полу в чулане там на земле в подъезде мы также пол страны объездили вот с ними ну это же здорово да поэтому ну спасибо за то что вы нам его привезли да 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 итак добрый вечер меня зовут Саня мы собрались по поводу всем понятно по какому поводу приезд Ильдара и все дела это очень круто на самом деле потому что Ильдар не каждый день приезжает в этот город я его видел последний раз год назад один раз также в этом в этом заведении которое называется фишер нет это пилснер 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 ну не суть важна в этом заведении мы собрались и я прям прям каждый раз радуюсь Ильдару своему учителю можно сказать что слова кумиру в какой-то степени они и блин не создай себе кумира это чувак который уехал отсюда и ему там очень хорошо и это очень здорово и да ну в Шенкент невозможно забыть это в любом случае тут очень вкусно очень классно и все такое но тут есть нюансы свои в любом случае как ни крути там еды нет вкусно вот и блин я рад что ты не забываешь этот город нас и приезжаешь уже второй год подряд сюда к нам и давайте за это вот поднимем наши бокалы очень долгий тост так здорово надо ставьте лайки